ох как все прожарилась во это дело мы тоже пока убираем тут в принципе может даже уже доставать и и кушать все уже готово блин это вообще на курицу не похоже даже сейчас как будто я что-то другое кушаю давай на и можешь фоточку сделать все это мы поставим сюда так мне нужно будет сейчас сделать еще соус включаем еще здесь комфор очки так сейчас мы выключим пока все остальные включаем здесь комфорку и будем делать соус ставим на сковородочку это все дело просто варится пока это сварится что мы можем тут сделать нам надо одну курицу вот эту достать потому что ее мы будем пробовать так как она получилась открываем а вторую курицу мы еще чуть-чуть ну так сказать доработаем вот тут видите тоже перчатка нужно вот чтобы вот этой вот тоже фигню не заниматься о давай поближе как мы будем это все вот так курочка вот так вот съезжает при так а вот эту курицу мы сейчас разрежем помажем соусом который мы сейчас приготовим вот так попробуем это все дело снять и у меня есть вот такие вот инструменты классные ох как все прожарилась во это дело мы тоже пока убираем тут в принципе может даже уже доставать и и кушать все уже готово тут прям по запаху я это все ощущаю насколько это все готово так вот эту курочку вот она видите говорит кушайте меня я очень вкусно так какую я резал вот я эту надрезал мы сделаем следующим образом там сейчас пока готовится соус так она тут скучка волос вот так о здесь у меня не хватает еще знаете что доски разделочные так неудобно конечно уже готово да тут в принципе ты больше ничего делать не нужно но мы сделаем так вот сделаем сюда еще раскроем вот так возможно вот эти вот кусочки мы сейчас еще попробуем на гриле чуть-чуть доделать вот так так сейчас я посмотрю какие кусочки можно разделить красота вот так вот вот это мы оставим вот и вот эти два больших куска в принципе мясо внутри прожарилась вот и так как мы разрезали видите мясо внутри прожарено это мы разрубим дома так что мы сейчас делаем наша задача доделать соус вот он кстати сейчас я включу здесь комфорки вот это дело мы пока уберем потому что мне это не надо сюда вот так поставлю блин так классно что здесь сбоку есть вот такие вот подставки когда я выбирал гриль еще думал блин а нафиг они вообще нужны вот как бы я и так могу и все хорошо а сейчас вот начинаю что-то куда-то поставить делать даже вот эта соусница вот тоже думал вот эта комфорта для чего мне она нужна что мне с ней вообще делать будет типа простаивать вообще не простаивает здесь вот полочки есть можно сюда что угодно поставить соусы все подготовить там не знаю пиво поставить если кто любит пиво вот мне понадобилось куда-то этот противень куда сейчас я его поставлю горячее рядышком а это все нержавейка так что так это у нас работает сейчас мы вот эти комфорки включим и вот здесь мы еще до жарим нашу курицу закроем пускай пока разогревается в принципе там нагрето здесь идем и может покажешь попробуешь пройти он показать у нас готовится вот этот самый соус вот он видно пахнет очень вкусно прям очень вкусно мне так нравится сейчас тут будет вот такая вот густая консистенция чтобы можно было поднять и он так вот вяло текуча надо постоянно помешивать чтобы тут не сгорела и огонь тут я думаю должен быть не такой сильный как я сделал чуть поменьше чтобы соус не горел и у меня тут тоже есть несколько вариантов или положить эту курицу на решетке соусом промазать сверху или взять вот это закинуть внутрь вот сюда прокрутить это все дело что пропиталась и просто достать и положить больше я наверное думаю сделаю именно вот второй вариант так где у меня щипцы были открываем мой чемоданчик великолепный которым есть все вот они щипцы сейчас как раз таки они мне и пригодятся и мы сделаем следующим образом вот эту курочку возможному сверху так берем значит вот этот кусок мяса ложим его сюда и начинаем его вот так вот пропитывать о блин я думаю будет просто классно сейчас вот так вот сделаем ты какая-то уже вареная жареная в отличном соусе второй кусочек давайте наверно также сделаем вот так сюда тоже положим и соусом это все дело прольем он прям этот соус проникает вообще структуру курицы так вот подержим и такого я конечно ю тубе не видел купание курицы в соусе может быть конечно американцы такое делают но на российском ю тубе не видалось такого так убираем это вторым этапом открываем наш великолепный гриль достаем нержавеющую сковородочку достаем наш великолепный кусочек вот так и как говорится великолепно его ложим вот так и вот это тоже великолепно ложим а я здесь хотел чуть-чуть двинуть потому что хочу сюда курицу расположить вот так наверное сделаем а вот сюда основную курить курицу вот эту так с этой курицы я наверное сделаю следующим образом так она уже вообще идем сюда как бы она не развалилась у меня там не потерять вот это самое драгоценное мясо как право давали мы делаем вот так промазываем полость курочку о блин я думаю это будет вообще шикардос и вот этим соусом наверное нам надо будет все таки эту курицу промазать потому что так ароматно пахнет я вам скажу ну основную часть которую я бы хотел прожарить что в этом соусе я хочу это перевернуть попробую это сделать потому что курица уже прямо конкретно готова ага не получится так она уже так аккуратненько чтобы мясо у нас не развалилась аккуратненько получилось в принципе вот это вот мы все промажем великолепно великолепно мне прям самому нравится как это все дело получается сам не ожидал такого есть честно да да ароматы ванили вот это тоже промажем пока здесь лежит вот так нальем вот так шикарно шикарно вот так остальной соус чуть-чуть остался мы оставим чуть-чуть перевернем но я вам могу сказать что выглядит это просто супер потому что прям приобретает такую карамельную корочку и не только вот верхняя вот эта кожица а само мясо шикарно сейчас нам нужно в закрытом состоянии я думаю что недолго пару минут сейчас подержим потом еще разочек перевернем вот те две вот это уже кусок большой мы наверное уберем так а сейчас пока это все дело жарится давайте наверное здесь посмотрим да что получилось у нас с этой курицей потому что уже дома все ждут дома все ждут вот так так и разрезаем идем поближе вот так прям хорошо смотри спокойненько прям а отлично просто красота блин мясо вообще класс получилось да вот так вот разрежем офигенно не очень нравится так у меня есть еще в наборе вот такие вот вещи ребята маленькие такие шампурчики просто просто обалденно мне очень нравится знаете в принципе и так можно без всяких там обмазок мясо прям полностью пропеклось забыл выключить так там будет прям супер соус мясо четко прям пропеклось нормально или там прожарилась вот смотрите нету такого чтобы там не достала куда-то и где-то не до жареная прям все отлично все супер все вот разваливаются структуру очень хорошая сверху такие прожаренные вот ножки смотрите вот берем она вот опа косточка прям вылетела спокойно просто взяла и вот вылетела вот вот так вот все вот это дело любит у меня сын оля любит такие я не очень люблю вот эту кожицу поэтому оставим это пусть они наслаждаются короче курица прям на ходу вот разваливается получилось шикарно короче мне нравится все нормально так дальше сейчас у нас будет большой поднос отличной еды так где у нас тряпочку не вижу оля стырила ее почему-то так вот это у нас уже я думаю что готова вот так вот надо как-то это забрать и и и не уронить смотрите как все карамелизирована сейчас я это все попробую конечно же эту ножку великолепную великолепную ножку которая прилипла прямо уже туда и она тоже у нас прожарилась вот это мне наверно больше понравится так забираем последние кусочки вот здесь я их как раз таки и буду пробовать сейчас вот они просто как пахнет офигенно просто блин такой сладкое сладкое мясо ходит карамель на для меня до первое мясо она вот это очень хорошо приготовленная курица а вот это не просто запах курицы а вот именно как будто как блюдо какое-то вот просто супер я сам такого не ел такое ощущение что я в каком-то ресторане а если мне вот такой вот кусочек принесли я бы всегда ходил в этот ресторан говорил можно мне вон ту штуку которого вы вы в тот раз мне принесли в красота корсочки горячая конечно болен с какой стороны подлезть все все разваливается так блин это вообще на курицу не похоже даже сейчас как будто я что-то другое кушаю если честно короче вообще классно сейчас мы дома приготовим салатики все такое будем там еще кушать давайте здесь посмотрим что происходит идем тут последнем кусочки мясо тоже заберем пусть там лежат это мы почистим так что у нас тут есть тут у нас есть стейковая грильная курица сейчас мы ее вот так вот еще сделаем эти вообще шикарные кусочки о вот баллине блин ски это прям таки кусма нища нормальные и смотрите у меня здесь остался прям соус супер идеально приготовлены и вот этот соус вообще вот то что нужно было изначально я думаю я даже соусом чуть-чуть поторопился нужно вот такая консистенция видите вот она даже почти не капает и вот таким вот соусом нужно будет промазывать вот вот сейчас мы это все дело будем кушать конечно же так крышки все эти промажем вот здесь в мясе кстати вот когда надрезана очень удобно работать с этой курицы блин красота просто великолепно получилось я думаю в принципе уже все готово но мы тут маленечко креативим вот так все да и вот даже сейчас я могу сделать для себя вывод что вот так вот приготавливать до нарезать обмазывать в соусе это просто но это совсем другая уже история это не просто обычно жареная какая-то курица реально не потому что мы ролик снимаем и на камеру рассказываем как у нас вкусно получилось а это реально так если вы такое приготовите поставите и гости этого не видели и придут сядут кушать они подумают что это какой-то там шеф-повар кунди итальянский который стоит миллион долларов в час приготовил скажет где вы это заказали можно еще такой кусочек а можно с собой так что это даже опасно готовить мы как-то шашлычки и сделали приехали к нам гости начали кушать и спрашивает откуда вы это купили есть еще можно с собой взять а там нет столько как бы вот люди сидят все хотят кушать да всем разложили а все еще хотят блины вы такое приготовить и это будет мало гости у вас ну много они жестко обломаются да вот две курочки вот на нашу семью я думаю что она еще и уменьшается это будет достаточно вот на два взрослых два подростка и мы в принципе я думаю что это съедим а если приедут гости то тут блин тут я не знаю тут штучек 10 наверное надо да стейки готовить не так сложно накидал накидал сделал а курицу вот это насаживать ну в принципе если приспособиться можно и здесь конечно же так и вот посмотрите вот какая например разница но еще вывод да говорю здесь подойдет вот тем людям которые не очень любят всякие разные специи может быть им нельзя это маленькие детишки там два три четыре там пять годиков они бегают допустим там и прям заталкивать в них такие вот спец со специями что-то думаю что не стоит вот для здоровья взрослых все переработают так что для них вот такое вот мясо вот демаль поближе покажу вот если кожицу снимаем отлично вот так вот мясо вот мягкая классная вот смотрите она прям вот отделяется вот вот такое нормально а вот это вот этот кусочек смотрите вот 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 такой кусочек это уже для взрослых офигенно просто я домой я не дождусь здесь поэма оля пускай смотрят кстати я кожу не очень люблю но что-то здесь как-то заходит прямо могу сесть на целую курицу вот так скушать следующий раз я буду брать обязательно больше это маловато так а вот эти вот кусочки так я сейчас свой кусочек отделю вот сюда положу чтобы не было не культурно это все у нас поджарено это не поджарено а вот сюда мы сейчас достанем о блин вот эти просто этот пускай еще чуть-чуть доделается а мы будем тестировать вот такой вот просто великолепный кусочек смотрите крылышко прям идеальная вот сейчас мы вот так наверное перевернем вот даже просто отваливается смотрите класс сюда же ложим а вот это мясо шикардос так туда же его резать то в принципе не нужно она вот просто вот просто разваливается вот просто разваливается все-таки нужно надрезать потому что в надрез отлично заходит соус и получается и смотрится хорошо смотрите какой кусочек так так вот это блин вкусно отличие сейчас я наемся показываю все буду тестировать сверху получается прожаренная внутри чуть мягко сочно и еще раз скажу такую штуку не сгоревшая многие люди смотрят как на гриле делают стейки курицу крутят и так далее сверху такое ощущение что все сгорело я тоже когда смотрел думал ну и что вы там делаете в этом вашем дорогом гриле все сгорело нет сверху чуть-чуть подгорает а внутри получается то что нужно это не тот момент когда горит и внутри все сгорело нет не тот момент посмотрите какое беленькое чистое мясо просто класс вот этот чуть-чуть отдает а тут вот вкус присутствует кстати копченого это я добавлял соуса дымок да прикольная штука вот этот дымок до щепку еще мы сделаем короче наверное на этом уже будем закругляться вы видели как это все дело приготовилась мне очень понравилось в принципе несложно готовить первые какие-то нюансы нужно учесть туда надо добавлять противень туда нужно заливать водички чтобы это не горело также со вкусом дымка нравится мне потому что я не очень люблю запах просто какого-то ну вкус мяса чисто вот формате как мясо меня это очень сильно обламывать я не люблю кожицу не люблю вкус и вот этого мяса сырого какого-то кто-то это любит им вообще-то все без разницы и это для тех людей кто ну в такой же такой же как и я короче я не знаю как этих людей назвать как себя можно назвать я мясоед но культурный что ли вот что-то типа такого я знаете что не люблю допустим если берете вот кусочек белого мяса и она как будто вот сварено как в супу и вот ты кушаешь и каким-то курицы воняет каким-то как будто вам курица в курятнике вот такой запах какой-то не знаю как его даже описать и меня это очень обламывает мне надо чтобы мясо пахло и ну как бы приготовленным шашлыком чем-то каким-то специями так вот здесь тут присутствует запах вот этого дымка прожаренности соуса все я уже могу даже кожицу кушать так что на этом все ребята думаю что у нас получилось отлично пробуйте также делать пробуйте делать соус и мы будем тоже тестировать экспериментировать а теперь мы пошли так это все дело забираем и попробуем дойти наверное да он а у нас же тут мясо еще было чуть не забыл еще один кусочек суперски ух ты смотришь о о смотри какое шикарно прям глазурированная что ли или как его на назвать даже вот карамелизированная вот потихонечку я начинаю учиться для этого нужно время конечно и у меня уже начинает получаться как в американских фильмах до этого смотрел-смотрел думал как они это все делают как так такое мясо получить блин на каких-то шампурах что-то пробовал пробовал я не расставить все пытался сделать ничего никак не получалось а тут все оказывается просто а давайте мы выключим наш гриль сейчас все выключим комфор очки так все газ закрываем не забываем это конечно делать газом смотрю нормально комфор очка все выключили а теперь чисто по-армянски так как будто я к на какую-то свадьбу собрался армяне так на свадьбу идут поднос с мясом с фруктами иссо слабостями и начинает барабан да вот называется да рарара рарара рари ри-ли дораде ри рядом оба и понеслась короче на улицу все соседи о тут на солнышке как сразу да смотри мясо покажи поближе мясо карамелька а вот это вам смотри вот ножка всем приятного аппетита пошлите эдвин так дети куда-то ушли милан идем сейчас позовем детей и будем все вместе это дело кушать кушать